Всем привет, ребятенки! С вами Юранка, и сегодня у меня случилась такая довольно интересная проблема с Windows 10. Решил я, значит, найти какой-нибудь файл, и, собственно, поиск просто перестал работать. Поиск Windows, поиск в проводнике, чтобы вы понимали, где он находится, собственно, справа вверху, вот где моя мышка, где я сейчас клацаю по нему и пытаюсь запустить. Нажимая на какую-либо клавишу, нажимая на него мышкой, просто на него не становится курсор, и мы с вами слышим, если вы слышите, в принципе, у меня звук должен быть из наушников, но, собственно, ничего не происходит, то есть курсор на него не становится. При этом поиск в левом нижнем углу Windows работает прекрасно. А информацию я уже немножечко успел изучить из интернета, где было написано, что эта проблема связана с последними обновлениями Windows, именно конкретно декабря месяца, как вы видите, у нас практически с вами Новый год, скоро. И, собственно, ну давайте решать эту проблему. В первую очередь, наверное, самый легкий и простой способ, это нажать Ctrl-Alt-Delete и открыть диспетчер задач. В диспетчер задач мы переходим во вкладку «Процессы», и после этого мы выбираем с вами проводник и нажимаем «Перезапустить», но прежде будьте осторожны, если вдруг у вас открыты какие-то нужные папки, они закроются. Данный первый способ, самый простой для попытки решения ситуации, в том случае, если вдруг вы не можете по каким-то причинам перезапускать систему, ну, либо же, как вариант, дабы ничего не менять в реестре нашей системы. Самый простой способ выбрать проводник и нажать кнопку «Перезапустить», у вас снизу исчезнут совершенно все меню, после этого вновь появятся, и некоторые значки также из вот этого нижнего меню панели задач могут исчезнуть до перезапуска системы, поэтому будьте внимательны и осторожны. Ну что ж, если данный способ вам не помог, давайте же пойдем дальше. Также, кстати, как вариант, можно здесь еще поискать слово, должно быть такое, называется «Картана», где-то здесь «Картана». Я бы не сказал, что это сам проводник, но столько, сколько у меня я компьютер не отключал уже, и он у меня все время находился то в ждущем режиме, то вновь был включен, запущен. Собственно, вот этот вариант еще, именно сам поиск, вот этот вот, нажать «Снять задачу» как вариант, но лучше не стоит, это не способ решения проблемы, а лишь ли уже лично от меня такое предложение. Если у вас нижний левый вот этот меню пуска не работает, поиск, тогда вы можете эту систему использовать. Ну что же, теперь давайте второй способ решения, это через редактор реестра. Мы нажимаем клавиши «Windows плюс R», и это у нас с вами открывается команда «Выполнить». Если вы не знаете, где находятся клавиши «Windows плюс R», то открываем меню «Пуск», и затем в разделе «Стандартные», где-то оно у нас с вами тут есть, нет, средства администрирования, вот редактор реестра, так будет быстрее и проще открыть его через средства администрирования, меню «Пуска» и «Редактор реестра» сразу. Либо же, если нажали «Windows плюс R», мы вводим с вами вот такую команду «RecEdit». Вот так она выглядит. Нажимаем «Ок». Да, подтвердить вход в редактор реестра. Затем у нас с вами открываются вкладки, их довольно много, но нам с вами составит труда, в принципе, открыть то, что нам необходимо. Это «HK Local Machine», затем «Software», «Microsoft» и в самом нижнем, у нас с вами практически в самом низу, должен быть «Windows Search». Немножечко вот отодвинем, дабы могли увидеть. Вот он, «Windows Search», да, практически в самом низу ветки. Полная ветка у нас с вами получается «Компьютер», «HK Local Machine», «Software», «Microsoft» и «Windows Search». Затем нам с вами нужен некий параметр под названием «CTube Completed Saxfully». Мы на него щелкаем левую кнопку мыши, и если у вас вдруг здесь значение 0, нужно поменять его на единицу и нажать «Ок». Также здесь же, друзья мои, мы с вами открываем вкладочку вот эту «Windows Search» и пролистываем чуть ниже. Нам нужен с вами файл «Change Client Confix». Вот такая вот папочка со вкладкой. Сейчас я немножечко сдвину, вот так вот будет удобнее, наверное, нам смотреть, с вами наблюдать. Ну что ж, друзья мои, вот эту веточку нам с вами нужно переименовать. Файл «Change Client Confix» нужно подписать вот такие буковки «Bug». Все, в принципе, после этого, наверное, закрываем редактор реестра, перезапускаем систему и проверяем. То есть это в том случае, если вдруг не помог перезапуск проводника. Пробуем вот этот способ. Но если вдруг все то же самое и до сих пор ничего не хочет работать, тогда сейчас мы с вами будем перенастраивать индексацию. Ну что ж, собственно, это и есть третий способ решения данной проблемы. Для этого у нас с вами необходимо открыть панель управления. Сделать мы это можем через меню «Пуск», через меню «Поиска». Вводим панель управления и открываем ее. После этого в разделе «Параметры индексирования» вот здесь мы с вами кое-что выбираем. Здесь мы с вами нажимаем кнопочку «Изменить». Впоследствии мы с вами выбираем наши, собственно, у меня ни одного не выбранного жесткого диска. По той причине, в принципе, может и не работать поиск. Что мы здесь с вами делаем? Это мы выбираем наши жесткие диски. Ну, собственно, получается все. Нажимаем «Ок» и затем «Дополнительно». Также подтверждаем и нажимаем после этого «Перестроить». Наняясь значительное время, некоторые виды результата поиска будут, возможно, предоставлять неполные сведения. Ну, собственно, нажимаем «Да». Так. Счета все повисло. Происходит повторная переиндексация файлов. Ну, соответственно, проиндексировано элементов мало. Нужно все это дело ожидать. В тот момент, пока все это происходит, ну, собственно, что можно сделать? Дождаться всего этого процесса индексации. Открыть вновь диспетчер задач, нажать «Проводник» и перезапустить. А мы пока что с вами приступим к четвертому способу решения и устранения данной проблемы. Собственно, что можно сделать еще? Даже если вдруг и это не сработало. Как всегда, вызываем нашу любимую команду «Выполнить», нажимая клавиши «Windows плюс R». И здесь мы с вами запускаем «Services MSK», что в переводе, собственно, означает «Сервисы», ну, либо «Службы», «Контроль управления», «ММС». Ожидаем его запуска. И здесь нам нужно с вами кое-что найти. Здесь мы с вами находим «Windows Search». Вот такая вот штука. Так вот она у нас с вами выглядит. Вот она. Если вдруг вы не можете найти, и вам слишком сложно, и вы запутались вообще во всех этих службах, то просто нажмите вот здесь, где имя, вот так вот, один-два раза, для того, чтобы найти «Windows Search». Находится он практически в самом низу. Левая кнопка мыши, нажимаем, открываем его. Далее нам с вами нужно посмотреть, что здесь написано в принципе. У нас состояние выполняется. То есть может быть остановлено, может быть выполняется. Может быть в том числе, например, отключено стоять и остановлено. Нам нужно поставить «Автоматически», выбрать «Автоматически». И затем нажимаем «Запустить». Ну, в принципе, что я еще могу предложить? Еще один способ решения, друзья мои, проблемы – это открыть пуск. Затем мы нажимаем. Даже в принципе, наверное, не надо нажимать, можно его найти в поиске. Нам нужен с вами «Пауэршелл». «Пауэршелл». Да, либо в принципе через поиск его можно вот здесь найти, либо же через меню пуска, через раздел. «Пауэршелл». По-моему, стандартные, служебные вроде. Да, просто служебных его нет. Он должно быть в средствах администрирования находиться. Нет. Нет, я не угадал. Хотя, да, наверное, проще будет. Давай мы лучше сразу через поиск введем вот такую команду. «Пауэршелл». 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 Просто, ну, то, что вам нужно будет сделать, это просто его выделить. Очевидность, это нам не надо. Сам источник, который я нашел, он нам не нужен. Сейчас, еще раз, подожди. Немножечко заминочка произошла, да? Неприятная. Вот это получится без вот этого всего. С такой вот скобочкой квадратной. Все. Вот такая вот штука должна будет получиться, в принципе. И нажимаешь просто клавишу «Интер». И после этого ожидаешь завершения команды и перезапускаешь компьютер. В принципе, все способы решения, которые я вам показал, сколько их? Пять. Или практически шесть. Наверное, самые основные. И которые, по сути, ну, должны помочь. Либо же, что у нас еще вариант? Ожидание просто нового обновления Windows, в которых, возможно, данная проблема должна будет быть устранена. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. С вами был Юранко. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте друзьям, комментируйте. И всем до встречи. Уменився на канале в группе. В новых видео. В играх. И пробовать их. Всем Божьих благословений. Спасибо за просмотр. Храни вас Господь. Аминь. С вами был ваш Юранко. Всем удачи. И пока-пока.